Привет, друзья! Сегодня у нас 27 января. И я буду сеять перец с пророщенными семенами. Но видео выйдет завтра, 28 числа. Как многие уже видели, 24 января я положила семена перца на проращивание. Потому что, как я уже объясняла, так гораздо легче потом их пересаживать. То есть мы уже видим, которое семечко у нас живое. И вот посмотрите, как сегодня они выглядят. 25 января на следующий день уже проклюнулась прям первая семечка. Вот этот перец с джипси. Уже здесь довольно-таки большой корешок. Но остальные собратья пока только-только появляются первой проклевки. Ну а дальше уже пошли у нас появляться вчера, 26 числа. И вот сегодня, даже 27 числа, с утра тоже появились белые клевики. И вот в этот момент уже обязательно надо начинать его пересаживать. То есть я вам сразу хочу сказать, не ждите. Даже если у вас одно-два семечка проклюнулось, сразу их переносите в горшочек. Для того, чтобы у нас уже корни полноценно развивались именно в условиях грунта. А остальные потом подсадите, подсеите, когда они тоже соизволят оказаться. Какой взять объем горшочка для того, чтобы произвести посев семян? Ну вот если выращивать рассаду в установленные сроки, то есть как рекомендовано по агротехнике, как указано на упаковке, то достаточно будет взять вот такой вот горшок, допустим, объемом пол-литра. На два месяца до высадки в грунт этой земли будет вполне достаточно нашим сеянцам. Но у нас с вами ранние посевы. Будет перец находиться минимум три месяца вот у нас в домашних условиях. Конечно, тогда и объем грунта должен быть большой. Минимум литр, но это совсем минимум, это даже, честно говоря, немножко мы с вами пожадничаем. Вот полтора и два литра, вот это самый оптимальный вариант. Вот поэтому я тоже много раз об этом говорила и в комментариях отвечала, что когда вот вы планируете такие ранние посевы, учитывайте и эти моменты. Теперь, друзья, были еще такие вопросы в комментариях, а можно ли взять семечко и сразу посеять его в большой стаканчик? Ну, чтобы потом не заниматься дополнительными пересадками. Все-таки делать этого не стоит, потому что, смотрите, да, если мы в грядку вот можем посадить семечко, и будет оно там хорошо расти и поливать будем спокойно, там же площадь большая, ограничений никаких нет. То есть влага хорошо и испаряется, и распределяется. А вот беру я вот такой вот пакет, в котором у меня будет потом расти перец. Здесь практически два литра грунта. Объемы у нас закрыты. Несмотря на то, что там есть дренажные отверстия, все равно при поливах мы же должны полностью земляноком с вами проливать. А получается, как семечко маленькое, корень маленький, часть влаги будет в нем оставаться. А в мокром грунте у нас что? У нас сгниют корни. Поэтому вот начинаем все-таки сначала с маленьких стаканчиков. Итак, заполняем стаканчик грунтом. Что касается грунта. Грунт для рассады перцев, ну собственно, как и для любой другой рассады, должен обязательно быть воздухопроницаемым и влагаемким. Для чего? Для того, чтобы у нас корневая система вот именно получала кислород и хорошо развивалась. Также питательным. Несмотря на то, что вот на начальном этапе в самом семени достаточно питательных веществ, ну как у меня это как материнский стартовый капитал. Вот потом, когда будет дальше наше растение больше, становиться пышнее, соответственно и питание будет надо больше. И вот для того, чтобы нам с вами не заниматься дополнительными подкормками, там опрыскиваниями, я не знаю как, улучшением самого грунта, лучше сразу, чтобы он был вот именно подготовленный. Ну про подготовку грунта я вам рассказывала, но в крайнем случае можно просто взять, купить готовый грунт для рассады, сейчас очень много, вот именно с добавлением биогумуса, потому что биогумус это вот отличное как распитание для растений на любой стадии их роста. Когда мы стаканчик заполнили грунтом, обязательно его надо отрабовать, ну конечно вот не с такой силой, чтобы потом там вот такой тяжелый комок получился, а довольно-таки аккуратно, но уплотнить надо, потому что когда у нас начнет прорастать корешочек, он должен за что-то зацепиться. Если будет совсем такой пышный, легкий грунт, ну просто-напросто он может там заваливаться и в сходе купадет. Дальше, если вы накануне, допустим, заполнили стаканчики и не пролили грунт, он у вас сухой, то обязательно сделайте это перед посевом самим. Полностью тут надо смочить земляной ком, чтобы на первое время для рассады хватало влаги. Можно пролить простой водой, как вот я, например, пользуюсь я, вот сейчас у меня вот в этом распылителе здесь ничего не давали, ну просто чистая вода. Если вы сомневаетесь в своем грунте, то можно его, ну дополнительно, как бы себя обезопасить и грунт обеззаразить, добавить в воду любой биофунгицид. Но, как вот я говорила, при посеве томатов я всегда добавляю фитоспорин. То есть лишняя защита никогда не повредит, а вреда растениям это тоже никакого не причинит. Ну и нам осталось теперь вот уже сюда просто-напросто положить пророщенное семечко. Берем семечко, аккуратненько, видите, какой уже хороший здесь корешочек, и кладем его на поверхность грунта. Вот так вот оно легло, можно немножечко поправить, например, чтобы корешочек у нас вниз смотрел. И сверху присыпаем грунтом, слоем не более одного сантиметра. Слегка утрамбовываем, но прям очень аккуратно для того, чтобы не сломать корень. Осталось нам его увлажнить немножко простой водой. И сюда, для того, чтобы я знала, что же у меня здесь будет потом расти и развиваться, я ставлю бирочку с номером, который соответствует номеру на пакетике с названием перчика. Вот это у меня перец индиго. Разложила я все семена, и теперь я делаю мини-тепличку. Я свои лотки накрываю вот такой пленкой, это может быть крышка. Так как у меня есть возможность ежедневно их проветривать, чтобы там не скапливался конденсат, я ничего и больше не делаю. Если у вас нет такой возможности, то можно в пленке, можете, кстати, и стрейч-пленкой вот так вот сверху ее натянуть, сделайте несколько маленьких дырочек. То есть это будет у нас с вами идти микропроветривание и доступ кислорода к растениям. И ставим мы этот лоток в теплое место, температура 25 градусов до появления уже всходов. Когда видим мы, что появились первые петельки, мы сразу этот горшочек достаем. Мы не ждем, когда остальные там соседи взойдут, а достаем этот горшочек и переставляем его на светлое место. Под круглосуточную досветку для перца желательно это первые 5-7 дней. При этом температура по возможности должна быть в районе 16-18 градусов, для того, чтобы у нас очень быстро не вытянулись наши семцы. А затем, когда мы с вами переходим уже на обычный режим, день-ночь, тогда днем мы освещаем рассаду 16 часов, ну 14-16 часов, с учетом, конечно, и солнечного света. А температура уже будет обычная 22-23 градуса. Друзья, еще такой небольшой совет. Если вот вы когда положили семена на проращивание, и проросло вот какого-то сорта, но больше, чем вам надо, вы их вот уже посели, остальные проклюнувшиеся семена подождите пока выбрасывать. А мало ли, может соседская, вот которая рядом лежит, вообще не проснется. Вот у меня, например, есть один там вид, который пока еще никак вообще себя не проявляет, перец. И если он мне так и не взойдет, то я просто вот это количество заменю другими видами. Поэтому вот, ну, выбросить, уничтожить, удалить мы всегда с вами успеем. Еще раз я хочу вам напомнить, что вот эти все посевы, это ранние посевы для того, чтобы пересадить в теплицу, перец уже с завязями и с цветами. Поэтому обратите на это внимание, потому что очень часто вот не досмотрите, или кто первый раз посмотрел, или недавно меня смотрит, и пишите, зачем такие ранние посевы. Я вам объясняю, что это вот именно мой выбор, и меня он устраивает. Еще такой один момент. Для тех, кто занимается выращиванием рассады лука-порея, посмотрите у себя на упаковках. Если у вас позднеспелые сорта лука-порея, то лучше всего их посеять на рассаду уже будет в начале февраля месяца. А вот для среднеспелых подойдет уже, ну, где-то 20 числа февраля, как раз когда вот и будем сеять мы с вами и лук, обычный чернушку, репку на рассаду. Большое спасибо, что посмотрели, что заглянули ко мне в гости. До новых встреч и всем пока!